всем привет не только дроноводам ну и любителям посмотреть хорошие видосы о дронах хорошему дрона нужен хороший пульт согласитесь правда есть у меня хороший дрон мавик 3 комбо покупал вот он практически еще новый второй сезон летаю ну не так много летая в принципе комплекте с дроном мавик 3 комбо идет вот такой пультик по умолчанию все мы его знаем работает при подключении телефона как он тут вот сюда вставляется телефон какой-нибудь дисплеем клан и все включаете там кабелек еще внутри и управляете дроном я принципе не пользовался только один раз это потом сейчас расскажу почему сразу же принципе куда купил другой пульт ну вместе уже с дроном покупал этот как бы по умолчанию шел n1 с мавиком третьим комбо и сразу заказывал вот такой джай пультик он с дисплеем уже телефон не надо вставлять очень хороший пультик все присутствует дисплей телефон не нужен джойстики кнопки управления камерой видео и делать фотографии дополнительные кнопки на которые можно прописать разные функции колесики зума и наклоны камеры дрона и так далее но есть один минус я как компьютерчик привык обновляться ну производители исправляет типа баги разные программного обеспечения и так далее ну и на компьютере и соответственно постоянно новые и новые версии чего-нибудь там ставлю то есть но с таким же подходом я относился и к пульту то есть подключаю через ассистент пульт и дрон также подключаю обновляю прошивки и получил виллы чем конкретно заключается я нахожусь в европе европейские гребаные политики решили что нужно немножко гаечки закрутить то есть дрон должен летать на высоте 150 метров не более и пределах прямой видимости над людьми летать запрещено на общественных мероприятиях летать запрещено упадет мало ли случится катастрофы и так далее ну в риск есть да конечно да в неумелых руках все это можно сделать уронить на человека там сбить и лопастями порезать очень хорошо можно ночные полеты запрещены такое светлое время суток поэтому я до обновлялся но прошивка дрона еще куда не шло там сама и прошивка пульта в принципе нормально можно прошивать но в пульте есть две прошивки прошивка пульта и программное обеспечение джай fly с помощью которого происходит управление дроном так вот обновив джай fly на версию 179 уже по-моему она выкинула мне такую хрень раньше я мог летать и выключать бортовые огни бортовые огни на дроне вот они впереди горят зелененьким стильной стороны красном принципе удобная вещь когда там в темное время суток ну или не особо темное время суток вы в пределах прямого видимости когда у вас дрон вы видите как он летит то есть передом к вам или задницей как говорится то он и соответственно на пульте работаете джойстиками не обязательно смотреть на пульт и на иконку чтобы определить стороны света и как дрона летит там передом к вам или задницей по огням можно сразу определить так вот вот эти огоньки принципе иногда мешают то есть в темное время суток или ночью когда вы снимаете появляются блики на камере особенно если вы там подлетаете какому-то объекту там отражение идут то есть вот на пульте была возможность эти фронтальные огни отключить их можно было включить выключить либо автоматически на автомат поставить автомат это означало что как только камера идет на запись то есть включается камера огоньки эти гаснут так вот грёбаные европейские правила это запретили полеты в темное время суток запрещены соответственно огоньки должны гореть все время они ни к чему ну и джай выполнил рекомендации рекомендации закон евросоюза отключил эту функцию дисплея отключу эту функцию пульта ну и вот джай пошел на поводу евросоюзских политиков и отключил эту функцию у пользователей евросоюза то есть находясь в европе по локации пульт видит что эта функция должна быть заблокирована и ее как правило нету она принципе есть как только я включая пульт она есть и как только пульт соединяется с дроном эта функция пропадает это раз первые виллы вторые виллы на пульте есть кнопки управления сзади на который можно назначить различные функции у меня на кнопки c была функция включить нижнюю подсветку на мавике третьем это вот тут вот вот эти огоньки довольно мощный свет скажу я вам так ночью очень хорошо светят для чего он нужен ну чтобы осветить место посадки и так далее вторая функция вот этого дополнительного света можно использовать различные устройства которые работают используя фото датчики фотоэлементы в частности вот такое устройство вы видите на сейчас на своих экранах это устройство сброс можно использовать для различных вещей там принести цветы любимые там бутылку пива соседу перенести там на рыбалки используют для подкормки рыбы для сброса и так далее но просто цепляется к низу вашего друна и как только вы нажимаете кнопочку на пульте включая подсветку включаете нижнюю срабатывает фото датчик срабатывает механизм расцепления и груз пошел вниз так вот евросоюзе это использовать не невозможно так как в темное время суток нижний свет загорается автоматически и управлять им никак нельзя его просто нету в меню вашего пульта как такой пульт включили он определил локации что в евросоюзе эта функция сразу пропадает поэтому ничего сделать нельзя свет загорается автоматически как только становится чуть темнее все управлять им нельзя то есть устройство сброса не работает что я сделал я думал блин все короче полные виллы откатить прошивку dj offline невозможно я связывался с поддержкой они говорят ничего не можем делать откат прошивок невозможен это правило евросоюза и все и дела короче нужен dj fly ниже чем 179 177 и так далее ну что я сделал я взял телефон android свой на андроиде телефон взял свой пульт который шел в комплекте с мавиком третьим поставил на телефон dj fly вниз нижнюю версию поставил 175 подключил пульту запустил все функции работают я могу управлять огнями курсовыми я могу управлять нижней подсветкой что же делать но не летать же с телефоном не удобно по крайней мере мне не удобно меня видим смотрят сейчас россияне не скажем все удобно блин мы пользуемся телефонами все заебись как говорится но мне неудобно хоть телефон в принципе достаточно большой дисплей большой но не хочу не удобно поэтому потратил деньги и купил еще один пульт элиси про сейчас мы его вскроем и посмотрим я связывался с продавцом попросил чтобы мне выслали как бы старую товар из старой поставки по штрих-коду можно определить но не по штрих-коду а тут принципе указано на штрих рядом со штрих-кодом дата производства конкретно здесь у нас указано 12 месяц 22 года то есть прошивки возможно там будут старые а возможно и нет как бы может быть уже да уже принципе 1 7 9 1 8 джайфлай вышла хотя могут сюда и зашить на этом 11 тоже там 175 174 и так далее хоть дата производства стоит декабрь 22 года но у этого пульта огромный плюс это android здесь можно сносить прошивки ставить другие вот поэтому даже здесь если будет fly 1 и 8 его можно снести и поставить там 179 177 75 и так далее ну и 75 оригинальный можно поставить есть сломанная 175 у которой и в сиси открыть увеличивает мощность сигнала 5 и 8 частота и так далее давайте вскрывать а то много болтаю так предыдущие пульты немножко в сторону ножик при мне скрываем целлофанчик так коробочка ну все как обычно марка и киркот упакована качественно мешочек стандартный как он скрывается и просто режется нет на липучке довольно увесистый скажи я вам по сравнению вот с этим пультом обычная лисе и прошка ну скажем так почти наполовину тяжелее дисплей закрыт какой-то бумажкой приятно липкая вещь по размеру дисплей в принципе отличается вот видите вот русская чуть-чуть шире так как положить мы повыше соответственно тоже размер больше что у нас комплекте стандартный проводочек чтобы заряжаться новый тип тип c usb приятно ну и по моему небольшая инструкция информация о продукте на русском даже есть ну что почитать вам немножко сейчас найду русский он в принципе был в конце и так ну диапазон рабочих частот от 2 и 4 до 2 4 8 гигагерц дальность сигнала 15 километров по фсси вот в чем и прикол что сюда можно поставить ну в принципе хакерскую прошивку взломав пультик и ваш дальность будет 15 километров либо по обычной стандартной схеме це 8 километров но в этот пульт тоже можно вогнать как бы разблокировать фсси мощность передатчика 2 4 гигагерца 38 децибил по фсси ну и менее 20 децибил по фсси так что тут такого встроенный перед пять с половиной дюймовый экран высокой яркости тысячи единиц на квадратный метр может похвастаться разрешением full hd 1920 на 1080 пикселей то мне как в то время как пульт представляется широким спектром элементов управления дроном и стабилизатором а также устанавливаемые кнопками и имеет максимальное время работы 3 часа неплохо ну тут как бы сноска максимальное значение дальности передачи сигнала fcc пульта rc pro можно получить при полете мавик 3 в открытом пространстве без электромагнитных помех на высоте около 120 метров что тут еще есть объем памяти встроенный 32 гигабайта карту памяти я заберу с предыдущего своего пульта там у меня стоит 256 гигабайт но принципе как бы все разъем ходом и есть есть давайте смотреть поближе ну ну что давайте пробежимся по пульту ну начнем наверное снизу здесь я вижу два отверстия видимо крепления на штатив еще вот тут тоже отверстие одно второе тоже видимо на штатив то есть можно прикрепить и так и так так разъем для sd-карты карточку возьму со старого пульта usb-c зарядка передачи данных ну и hdmi тоже передача видео изображения антенны так в эту сторону да и так можно откинуть понятно понятно ну джойстики надо будет прикрутить они вот здесь как обычно на всех пультах зафиксированы кнопку включения кнопка посадки возврата домой пауза переключение режимов синим нормал и спорт режим многофункциональная кнопка кнопка назад кнопка подтверждения две большие кнопочки управления камерой фотографии видеозапись колесико я думаю управление камерой вверх-вниз это тоже многофункциональная колесико зум и так далее что у нас тут для вентилятора довольно мощная хрень пульт я думаю так же как компьютер греется поэтому производитель решил что будет вентилироваться это дело написано антенны что здесь блок антенн расположен две кнопки c1 c2 многофункциональные я так понимаю тоже ну и решеточка под ней дисплей что еще ну что прикрутим джойстики для начала кстати в предыдущем пульте просто в россии четыре джойстика два как бы вот на пульте были и два были в комплекте ремешочки почему в прошке такого нету в принципе терять то ничего джойстик я скажу отличаются пружинные в прошке в обычной версии такого нету так ну что надо включить попробовать в принципе должно быть заряжен слегка нажимаем кнопочку один раз и потом держим я думаю так же как и обычные в прошке не в прошке а в россии нет ничего не произошло видимо разряжены ну придется подзарядить ну и продолжим потом видео да пойду я заряжать ну что теперь я подготовился взял зарядку от мавика третьего воткнул буквально там пару минут блин и брудин стал включаться так нажимаем кнопочку загорать светодиоды и держим все пропищал пошел включаться ну что предлагает нам выбрать язычок английский конечно знаю но приятнее когда на родном языке русский нажимаем кнопочку далее согласиться с лицензионным соглашением да страна регион но я выберу свою страну нажимаем кнопочку далее вай-фай включен вы видите мой телефон ван плюс 10 про 5g надо подключиться к нему далее невозможно выполнить активацию нет подключения к сети но видимо мой телефон вышел из сети сейчас я исправлю это дело так телефон я включил нажимаю ван плюс требует пароль само собой пароль я вам не скажу так так пароль я ввел галочку ставим окей подключение к вафе все есть видно да нажимаем далее так предлагает выбрать часовой пояс сейчас у нас GMT плюс 0,8 поставим другое так вниз 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 выберем москал хотя мне ближе выберем хельсинки потому что я в европе окей есть кнопочка далее опять убедитесь что время установлено верно хельсинки двадцать третий год двадцать седьмого июля четырнадцать сорок восемь так на своих часах я провел да все правильно подтвердить но теперь нужно в учетную свою самую запись войти в аккаунт сейчас я войду и продолжим ну вот как бы я включил гайд помогает нам настроить ну пробиваюсь я немножко по меню может кто не знает вот эта кнопочка нажмите чтобы вернуться к предыдущему экрану нажмите дважды чтобы вернуться вообще к домашнему экрану кнопка подтверждения выбора какого-нибудь действия следующий полезный совет кнопка записи вот она с красным кругляшком и кнопка фотоаппарата вот она нажмите на половину чтобы использовать автофокус нажмите полностью чтобы сделать снимок левое колесико и правые колесики вот левое и правое левое наклон стабилизатора правое зум камеры следующий совет возврат домой кнопочка нажмите удержите чтобы активировать кнопка тормоз само собой пауза две палочки нажмите чтобы приостановить полет и зависнуть ну бывают ситуации когда неординарное что-то случается не знаете как действовать смело жмете эту кнопочку дрон останавливается в течение пару секунд вы думаете что нужно предпринять и соответственно действуете потом удобная вещь переключиться в различные режимы среднее положение вот этой кнопочки левое положение кино режим среднее нормальный режим и правый спорт режим кнопки 1 c1 c2 многофункциональные вот они раз два на них можно много четче тоже повесить кнопка 5d вот она многофункциональная кнопка возврата нажмите кнопку возврата и необходимую кнопку для быстрого доступа к различным операциям то есть можно используя кнопку возврата плюс еще какие-то кнопки добиться каких-нибудь функций то есть нажимаем кнопку возврата и нажимаем кнопку и крутим колесико левое это будет яркость если крутим правое колесико то это будет громкость скриншот кнопкой фотоаппарата запись экрана кнопкой записи ну и главное это вот эта кнопка 5d следующий ну и по светодиодам управления по этим мигает синим сопряжение с дроном мигает желтым низкий уровень заряда мигает голубым джойстики не центрированы мигает красным температура пульта слишком высокая либо низкий уровень заряда дрона горит красным дрон не подключен горит зеленым дрон подключен горит желтым ошибка обновления программного обеспечения в данном случае у меня сейчас горит красным дрон не подключен вот она видите да красным горит ну и два зеленых это зарядка батареи у пульта регулярно настраиваете положение антенны при управлении дроном чтобы он всегда был в оптимальном положении так перейти джайфлай 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 информация об аппаратном обеспечении устройства джайфлай примерно местоположение то есть можно вырубить gps и и так далее чтобы вас не определили ладно пусть пока будет включена потом можно в принципе это я думаю отключать далее ну сразу полез в интернет давай блин можно выбрать обновить либо не сейчас сейчас я посмотрю что это за функции тут доступна новая версия compatible так давайте не будем обновляться потому что я уже билы получил сначала посмотрим версии прошивок не сейчас ну тут опять подсказка нажимаем далее подключить дрон нет окей нажимаем все так зайдем-ка в настройки и посмотрим версии прошивок мне очень интересно где это ковыряется это вот опускаем просто вниз палец получаем вот такую вещь нажимаем вот эту шестереночку получаем такое менюшку так батарея экран звук хранилище конфиденциальность местоположение безопасность аккаунты компас система устройства что у нас тут в устройстве название устройства модель оборудования версия android 10 ip адрес mac адрес ничего интересного владелец я хе 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 так а где же это самое это приложение приложение уведомления наверное джей флай дополнительно что у нас тут дополнительно ничего нету авто старт не хочу пока показать все приложения ну полноценный android тут много чего можно напихать мне интересует версия прошивок где это посмотреть как запрячут фиг найдешь система нет тут я уже был аккаунт синхронизация аккаунта нет и удалять не будем ничего пока только подключился видимо здесь нету ладно уходим оттуда так а в профиле что у нас а ну вот по-моему здесь настройки проверить наличие обновления проверить наличие обновления джей флай доступна новая версия нет блин не хочу я хочу версии посмотреть ну в общем чтобы посмотреть версии прошивок надо блин подключить все-таки дрон сейчас будем подключаться включаю дрон пропекал нажимаем подключить дрон мавик 3 идет поиск дрона все все подключилось да да так троеточие вверху как все мы знаем меня интересует информация прошивка пульта 600 прошивка дрона вы видите 900 был бы 600 и блин можно было тоже отрубить эту самую одежку так что то ну на пульте тоже можно вырубить gps и вы становитесь невидимками так прошивка приложение 1.5.10 блин классно меня устраивает если бы было 1.7.9 было бы вешалка проверим на всякий случай безопасность меня интересует светодиода на передних лучах о все работает вкл auto на обычном пульте на RC у меня эта функция пропала потому что fly обновил так оставим на auto то есть при включении камеры светодиода будут гаснуть так теперь меня интересует управление и здесь кнопка C меня интересует о тоже все работает на кнопке C2 дополнительная подсветка можно конечно ее поменять на другую кнопку вывести и так далее у меня эта функция также пропала то есть я не могу работать устройствами сброса а мне это в принципе надо для рыбалки скажем так ну на войне на Украине это устройство используют для сброса сами понимаете чего взрывчатых веществ разных гранат и так далее так что повезло не зря я купил этот пульт дороговато правда но что делать так выходим отсюда можно кнопку использовать удобная вещь все ну и поехали и будем сегодня залетать не будем на этом видео будем заканчивать закругляться в общем сорян что все это длинно было так извините я как бы этот пульт держу первый раз в руках и диванные эксперты скажут блин много болтовни как всегда диванные эксперты могут пойти взять бутылочку холодненького из холодоса если у них конечно есть у экспертов этих и успокоить свои нервишки ну так вот видео было долгим но думаю новички какие то там могут почерпнуть все таки информацию от этого видео буду рад если вы поставите на видео палец вверх ну если вниз поставите ничего страшного не обижусь ну и подписка на мой канал желательно конечно и нажать колокольчик будет еще видео о дронах ну и о многом другом а также о путешествиях с дронами различные красивые места все всем пока удачи 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 Продолжение следует... Продолжение следует...